Джебран Халиль Джебран Пророк Вы, одинокие и незащищенные, и совершаете злодеяние против других, а значит и против себя. И за то плохое, что вы совершили, вы должны набраться терпения и ждать, постучавшись у ворот, что открыты только для благословенных. Как океан велика божественная часть вашего Я, она всегда остается неоскверненной. Но, как эфир, она держит на себе только тех, у кого есть крылья. И на солнце, похоже, божественная часть вашего Я, она не знает путей, которыми пробирается крот или нор, по которым пробираются змеи. Но божественное вашего Я живет не одно в вас. Многое в вас еще от человека, и многое даже от того, кто был до него. То, что живет бесформенно в вас от вашего темного предка, бродит сонно в тумане, стараясь проснуться, но только с тем, что в вас человек, говорю я. Что есть преступление, и какое за него наказание, знает не божественное вашего Я, и не часть его, что от темноты, а только то в вас, что от человека. Часто слышал я, вы говорили о том, кто сделал злого так, будто он не был одним из вас, а был для вас только странник, пришелец из другого мира. А я говорю, что как святой и праведный не может подняться выше самого высокого, что есть в каждом из вас, так и злой и слабый не может пасть ниже самого низкого, что также есть в каждом из вас. И как лист одинокий не становится желтым без молчаливого согласия целого дерева, так и обидчик не может сделать плохое, если все вы не желаете того же тайком. Ведь не одиночками, а как процессия, идете вы все к божественному внутри вас, и вы одновременно и путник, и дорога, и когда один из вас падает, он падает за тех, кто позади, чтобы те не споткнулись о камень. Да, но он падает и из-за тех, кто впереди, кто, хоть и силен в ногах и проворен, все же не убрал камень с дороги. И скажу еще то, что будет вам не по нраву. Да, виновный сам, часто жертва пострадавшего. И еще чаще осужденный несет свое бремя за тех, кто остался без греха и кого не винят. Но нельзя отделить справедливое от несправедливого и хорошее от греховного, потому что они всегда едины перед лицом солнца, как белая нитка и черная свитые вместе. И когда порвется черная нитка ткач, не только осмотрит весь уже сотканный материал, но также проверит и ткацкий станок. И если кто-то из вас возьмется судить о чьей-то неверной жене, то пусть он взвесит и сердце мужа ее на весах и измерит душу его по всем меркам. И пусть тот, кто готовит плетку обидчику, смотрится в душу того, кто обижен. Если кто-то из вас будет наказывать от имени праведных, готовый обрушить топор на дерево зла, пусть он всмотрится и в корни его. И, конечно, он найдет там корни зла, но найдет там и корни добра, свитые вместе. Корни полезного и корни вредного свиты вместе в тишине сердца земли. И вы, судьи, желающие быть справедливыми, что за приговор прочтете вы тому, кто чист телом, но вор в душе? И что за наказание наложите вы на того, кто убил телесно, но прежде сам был убит другими, духовно? И как вы накажете того, кто по делам своим обманщик и угнетатель, и в то же время сам жертва обмана и насилия? И как вы накажете тех, чье раскаяние стало уже большим, чем то, что они совершили? Ведь разве раскаяние не есть то, что как раз и хочет получить от виноватого правосудие, которому вы рады служить? И все же вы не можете дать раскаяние невиновному или отобрать его от сердца виноватого. Неумолимо будет приходить оно ночью, чтобы человек мог проснуться и взглянуть на себя. А вы, стремящиеся понять справедливость, как вы поймете ее, не взглянув на дела все в полном свете дня? Только тогда поймете вы, что тот, кто стоит и тот, кто упал, всего лишь один человек, находящийся в сумерках между ночью низости и светом того, что божественно в его душе. Ведь и самый главный из камней храма ничуть не выше самого нижнего камня в его фундаменте. Спасибо. 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 Спасибо.